всем привет друзья меня пару недель не было у нас холодина стоит около нуля там минус ночью минус 6 ощущается там как минус 10 на улице снег вот только сходит выпал снег и идет периодически даже вот час я ехал шел снег я приехал сегодня все-таки разобраться с плиткой сейчас зайдем посмотрим что там происходит ну и так посмотреть что на участке происходит плюс еще купил материалы заехал привез потому что у меня шпаклевка закончилась пойдемте разгребать надо здесь немного прибраться прошлый раз торопились уже темно было я там все в кучу свалил сейчас не пройти не проехать плюс плитку все-таки хочу на ребро положить как я тогда и говорил что привезут керамогранит и разгрузят его там где его и привезли где смогли доехать там его и оставили разгружали его ставили стопки по 17 штук и есть такой момент что мы начали тут тоже стопкой складывать когда вот так вот плашмя и был звук как будто что-то три раза лопнуло и мы уменьшили стопки вот есть у меня подозрение что вот настенная плитка санузел там есть несколько лопнутых плиток может быть что-то попало на пол и мы сверху положили вот не знаю сейчас думаю вот это все распаковать посмотреть все равно есть где-то коцаные плитки где-то уголки могут быть отбитые ну брак он в любом случае есть он всегда есть во всех ну сколько плитку мы делали всегда там был какое-то количество брака надо посмотреть какое количество брака ну где-то все равно пойдет на обрезку и так далее плюс приберусь тут все разложу сложу и эту плитку уберу потому что вот так вот она тут лежит очень много еще место занимает а это рано или поздно все сверху будет чем-то завалено сто процентов и это опять же нагрузка может быть и может сломаться по ощущениям тут как бы не холодно мы обогреватель блин заложили он чуть-чуть тепленький он на десяточке у меня стоит вот и датчик я кинул здесь прям под обогревателем потому что там все убирали сейчас показывает 6 градусов при том что на улице минус 1 сейчас подключусь к датчику посмотрю что вообще тут с температурой происходит загружаются данные так вот смотрите история посмотрим до скольки максимум тут опускалась температура при том что на улице максимум ночью было минус 8 по моему так температура ниже пяти с половиной градусов здесь не опускалась влажность также в районе 85 процентов все это время а это за сегодня смотрю сейчас посмотрим за месяц так за месяц тоже самое минимальное 53 ночью до 80 опускалась процентов влажность ну в общем при том что холодно здесь не холодно без отопления ну один радиатор только стоит который настроен на 10 градусов сейчас вот 6 градусов он не работает радиатор так ладно понятно кстати здесь с радиатором перестали потеть окна но есть небольшое запотевание вот но это несравнимо что с окнами в том помещении сейчас посмотрим здесь влажность побольше вот окнах продолжают течь и с той и с этой стороны под пленкой есть небольшой тоже конденсат но в целом пол сухой я думал что тут тоже как-то будет пол сыреть но он здесь высох за зиму и в целом нормально не надо даже наверное открывать пусть так под пленкой будет взял еще 8 мешков штукатурки я думаю этого даже будет достаточно и еще две сетки 60 метров про цены настрой материала чуть позже расскажу я взял три вида керамогранита вот такой вот серый керамогранит он будет в мастерской в санузле на полу и на веранде под навесом его много 60 на 60 фирма вот такая вот красара сделан он самарской области маркировка у него не знаю где сейчас посмотрим вот какие-то цифры артикул цвет тонн дата калибр смена 12 номер партии сейчас еще на сравнить чтоб все было в одной партии чтобы разноцвета не было так далее на стены в санузел вот тот бетон из одной серии и вот этот вот белый бетон это в санузел на стены будет такой белый бетон тоже фирма тот же производитель тоже серия но другой цвет вот его 17 коробок в коробках по четыре плитки и взял еще вот такой вот дешевый это будет во всех технических помещениях такой серый керамогранит он потоньше их там побольше плиток коробки а у них тил какой-то лайф воронежская керамика этот сделан в воронеже так понимаю вот он стоил вот этот вот дешевый он 40 40 на 40 400 на 400 он стоил 700 рублей квадратный метр помните я в леруа смотрел там был еще в начале года в январе был за 500 с чем-то керамогранит он даже наверно был там поинтереснее этот маленько такой сероватый там поинтереснее на тот стоит сейчас 740 я сейчас заезжал цена кстати на него не изменилась никак она в январе вот как поднялась он был там 500 в январе стал 740 сейчас вот так 740 и остался вот этот мы брали в квадрате тоже но я сразу купил чтоб одну доставку заказать чтоб еще потом не заказывать из леруа доставку короче вот думаю так выгоднее бы получилось далее вот этот вот стоит 1600 квадратный метр весь и серый и белый без разницы он стоит 1600 рублей квадратный метр он тоже россия в принципе на него цены не должны никак особо вырасти сейчас буду распаковывать проверять да кстати еще не одна небольшая особенность у этих керамогранитов вот у этого край он немного как бы не знаю как сказать но он не прям такой обрезной он немножко закругленный мне вот это вот не нравилось и у той которая плитка была в леруа у него у нее тоже закругленный был вот настолько же край а вот у этой в этого керамогранита у него уже край идет прям обрезной обрезной полностью то есть ровный пол будет без просто вот такой вот который чуть-чуть загнутой у него швы кажутся более широкой широкими что мне не очень нравится этого будут швы при том что они будут одинаковые там будет казаться более широкими а здесь будут нормальные не будут казаться широкими если делать там допустим шоу 2 вот такая получается плитка по текстуре она мне нравится по на ощупь к немножко шершавенькая не должна быть скользкая если и на улице делать можно быть нормально вот это более шершавы а нет это такая принципе ночь тут получается около ста коробок по 4 плитки это на сейчас 400 плиток пересмотреть а Вот сразу во второй коробке, я вторую коробку распаковал, в одной плитке угол сколотый и еще у второй плитки вон тут вот край сколотый. Так что полностью запакованные плитки тоже могут быть с косяками. По внешнему виду коробка никак не нарушена была, но косяки есть. Сейчас я их буду в отдельную стопку откладывать, чтобы понимать сколько их будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, промежуточный результат я разобрал, наверное, четверть только за три часа. Одна упаковка 32 килограмма. Это что получается? Одна плитка 8 килограмм. Тяжелая очень плитка. Есть много сколов, в основном односторонних. То есть один край вот с таким вот скольчиком. Много. И угловые сколы есть тоже много. Примерно каждая третья плитка идет с каким-то сколом. Много очень много. Вот я сделал. Вот эти с красными полосками получаются битые, ну, с косячками. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И целых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ну да, как раз где-то одна из трех с косяком. Ну, как бы этот косяк, он в любом случае нормально. Где-то подрежется, где-то встанет целиком к краю стены. Поэтому, как бы, смысла ехать, заниматься обменом я не вижу. Просто надо их, как бы, выделить, которые с косяком. Хотя бы вот часть сейчас выделю, остальное пусть, в принципе, запакованное. Понятно, сколько тут что. Уже потом на месте, когда плиточник будет разбирать, уже будем разбирать. Вот эти будем использовать с косячками, остальные уже в следующий раз, когда на веранде. Сейчас первым делом надо в мастерскую и в санузле положить. А тут уже хватает то, что я разобрал на мастерскую и санузел. Фух, что-то я устал. Тяжеловатая все-таки плитка 60 на 60. А если 60 на 120, там ее вообще одному не поднять, наверное. Это получается 64 килограмма упаковка, если... Ну, если там по 4 плитки, то вообще трэш. В общем, я за сегодня не успею разобрать уже, потому что спина даже заболела. Поднимать ее тяжело. Все-таки хотел добраться до вот того угла, посмотреть, что там все-таки лопнуло. Но не в этот раз. В принципе, всю картину я понял, что каждая третья там с косяком. Причем две вот такие коробки разобрал. Есть коробки, которые идут с обвязкой, таким жгутом обвязанной белым. Вот эти аж в четырех местах. Ну, с четырех сторон. Серая была вот эта с двух сторон, а есть, которая вообще без обвязки. Я ее распаковал, две коробки без обвязки, и там не было ни одного косяка. А у всех, которые с обвязкой, почему-то были либо одна плитка с косяком, либо две плитки с косяком. Не знаю, дальше буду смотреть, что там. Может быть, это какая-то неправильная статистика получилась. Немного новостей. Как вы знаете, Google и YouTube отключил монетизацию, отключил рекламу. У меня много разных источников дохода. Там больше 30 разных каналов, сайтов и так далее. Часть из них монетизировалась Google. Это и YouTube каналы. Про этот канал я не говорю. Там зарабатывается несколько долларов, можно сказать. Но, как бы, тоже такой растущий источник дохода. Есть другие YouTube каналы на определенные тематики. На этих каналах тоже зарабатывалась какая-то копеечка. Там несколько тысяч рублей, так скажем. Ну, в долларах, если там до 100 долларов доходило, наверное, плюс-минус. Но самое главное не то, что там на YouTube мне, в принципе, пофиг. Там у меня особо больших доходов в этом направлении нет. А вот в сайтах, то, что отключили рекламу, сайты монетизировались, в том числе, рекламы от Google. В основном от Яндекса, все-таки, приоритет у меня на Яндекс, рекламу на RCA. Но дополнительно какие-то страницы сайтов у меня монетизировались Google. И там доход у меня был до нескольких тысяч долларов в месяц. И сейчас, когда всю рекламу отключили, этот доход у меня тоже прекратился. Но это как бы не основной источник дохода, это как бы такой доп. доход, можно сказать. Пришлось всю рекламу сейчас убирать от Google и увеличивать от Яндекса, раз такая ситуация произошла. По YouTube буду продолжать также ввести, пока его не заблокировали. Потому что предпосылки на то, что еще и YouTube у нас тут отлетит, Instagram уже отлетел, Facebook отлетел, YouTube, возможно, уже начинают новости ходить, что тоже закроют. Поэтому YouTube у меня сейчас на второстепенном направлении, так скажем. Буду загружать ролики ВКонтакте. Есть у меня группа ВКонтакте, в описании под этим видео вы найдете ссылку на страницу с описанием канала. И там все основные ресурсы. Это Яндекс.Зен сейчас будет в приоритете и ВКонтакте группа. Там я буду продолжать в первую очередь выставлять ролики, потом уже на YouTube буду их загружать. Конечно, площадка YouTube мне больше нравилась по структуре, как там ролики размещаются. Как там весь канал выглядит, удобство просмотра, общения со зрителями. Тот же Яндекс.Зен, если взять, он немножко ориентирован по другие задачи, по другой контент, по другой трафик. Но там тоже достаточно много просмотров. Так что заходите, подписывайтесь на мой канал Яндекс.Зен и в мою группу ВКонтакте в своем доме. Проект все равно будет развиваться вместе со всем, что здесь сейчас происходит. Также из новостей. Да, я уже сказал, что заблокировали Инстаграм. Можно сидеть через VPN. Но такое себе тоже. VPN тоже блокируются, так как это довольно запрещенная, так скажем, технология. Вот. У нее есть три минуса. Первое, это то, что они блокируются постоянно. Да, какой-то VPN подключили. Через какое-то время его также заблокировали. Первый минус. Второй минус в том, что они ограничивают скорость, когда подключаешь VPN, то скорость использования интернета, технология, так скажем, накладывается новый IP-адрес на тот IP-адрес, который есть. И это ограничивает поток передачи данных, так скажем. Ну и третья самая такая большая, наверное, проблема VPN, что там безопасность страдает. Вот. При включенном VPN лучше не логиниться ни в какие финансовые, ну, ни в какие кабинеты там от банков и так далее. Потому что пароли могут утечь. Вот. Особенно на бесплатных VPN. А платные VPN-ы какие-то мало кто будет покупать, я думаю. Все будут бесплатными пользоваться. Да, и смысла пользоваться Инстаграмом я не вижу. Последнее время я туда вообще ничего не публиковал в Инстаграм. После того, как там вся политика контента, показы контента и так далее, мне что-то не очень понравилось. И я его перестал вести. Раньше я его активно вел. Facebook тоже та еще помойка. Я на него вообще никогда практически не заходил. Единственное, Facebook он пользовался, когда мы путешествовали и через Facebook искали аренду жилья, вилл, домов. Вот. Там Facebook пригодился. Во всем остальном я вообще его терпеть, в принципе, не могу. Еще несколько лет назад он мне заблокировал один сайт. То есть ссылки на мой сайт не публиковались, не давал публиковать. И, в общем, я на него забил. И вообще даже удалил Инстаграм с телефона и Facebook. Поэтому, кто в Инстаграм на меня подписан, можете, в принципе, отписаться. Я уже и приложение тоже удалил. Даже туда заходить не буду. Вот. Какие еще санкции повлияли. Я не буду касаться каких-то новостей открытых, которые публикуют там в СМИ и так далее. Я буду здесь рассказывать конкретно про то, что коснулось меня. Вот. Как вы знаете, у нас заблокировали, точнее, перестали работать MasterCard, Visa, Apple Pay с этими платежными системами. Вот. А я уже привык расплачиваться с телефона. Карты я уже не знаю, сколько лет не доставал из кармана, как и наличные деньги. И все. Через телефон. Берешь с собой только телефон. Карты вообще даже с собой никогда не брал. Вот. А сейчас MasterCard заблокировали, Visa заблокировали. И они не работают через Apple Pay. Пришлось потратить целые две минуты времени, чтобы подключить, чтобы выпустить карту МИР. Выпустил карту МИР, и она, в принципе, точно так же работает через Apple Pay. И я продолжил ей пользоваться и расплачиваться с телефона. Вот. Такой момент коснулся. Что еще коснулось? По ценам. Что у нас сейчас по ценам в Краснодарском крае? Как я уже ранее говорил, что когда мы покупали вот этот керамогранит, мы приезжали в магазин, и там даже не было ценников на импортном товаре. То есть, все, что завязано на долларе, покупается, все, что импортируется в страну за доллар, за евро, то все растет. Цена растет. Продукты у нас в магазине никак не изменились. Трое материалов, которые... Ну, вот я хожу, слежу, что мне нужно, да, за ценниками. Та же штукатурка, как стоила 527 рублей полгода назад, так она и стоит. Сетка, как стоила там, 2 с копейками, так она и стоит. В принципе, ничего особо не изменилось. Вот. Инструмент, вроде бы как, цена немного подросла, но я еще не смотрел. Мне вот надо кое-что прикупить из инструмента. Еще газонокосилку я смотрел. Сейчас чуть позже запишу. Я не смотрел еще цены на них, как они выросли. Сейчас идет такая активная фаза санкций, нестабильная. Сейчас непонятно, что как будет. Вот. Поэтому немного цены на импортные товары растут. Но немножко, если стабилизируется обстановка, логистика перестроится. В любом случае, все товары у нас точно так же будут. Просто они будут закупаться там через третьи страны. Может, там немного цена из-за этого вырастет. Но не думаю, что какие-то там товары, бренды особо уйдут. Найдутся лазейки, через другие страны будут закупаться и так далее. Та же бытовая техника, инструмент и все остальное. Как бы рынок терять тоже никто не хочет. Вот MasterCard сейчас ушли с рынка. Все перешли на нашу систему, на мировскую. Все. MasterCard как бы при каждой операции брал какой-то процент. Сейчас все будут миром пользоваться. Вот. Он также работает с ЭПОПМ. Так. Что еще хотел сказать? А. Еще хотел вообще понять. Может, кто-то знает, как формируется логика дефицитных товаров. Сейчас вот читаю новости разных чатов наших местных. Вот по страницам и так далее. Какой-то дефицит на сахар. Все что-то бегут сахар покупать. Когда коронавирус, эпидемия началась, был какой-то ажиотаж на туалетную бумагу с гречкой. Сейчас на сахар. Вообще не понимаю, как это все формируется. Ограничили там сахар до 10 пачек на покупателей и так далее. Вот кто знает, расскажите. Мне пока что эта логика не понятна. Мы сахар в принципе не едим. Я белый сахар не покупал уже года три. Так иногда тростниковый покупаю. Там раз в три месяца. Нет, нет, да в чай закину. Вот. Либо в какие-то там блинчики и так далее могу добавить. Вот такие новости, друзья, на данный момент. Что нас конкретно коснулось с последними событиями, с санкциями и так далее. Что изменилось в нашей повседневной жизни. Сейчас много чего поменяется. Надо будет быстро перестраиваться. Вот. Развиваться. Новые направления. Новые знания. Вот. Какие-то будут неудобства, наверное, появляться. Сложности. Буду об этом постепенно также рассказывать во влогах. Что конкретно. О, снег пошел. Что конкретно нас коснулось. С чем мы столкнулись. Как-то так. Пойду еще немного поразгребаю плитку. И оставлю. В принципе остальное как есть. Иначе я тут потом не встану от этой тяжести. Тут получается, когда считали, четыре с половиной. Ну, четыре с половиной где-то тонны. Интересно, как тут будет примерно выглядеть пол. С этой темно-серой плиткой. Немножко она темноватая получилась. Сейчас. Позатестим. Донец, в принципе, нормальная. Для складского такого помещения, технического, пойдет. Тем более, что она стоит там, можно сказать, одна из самых дешевых. Были еще дешевле такие, там, коммерческие. Очень много, которые в коммерческих помещениях. Крайпинку такая плитка. Не убиваемая. Керамогранит. Но в такую точечку. Есть бежевая, есть тоже серая. Но он взял такую, типа, что-то типа камня, типа бетона. Вот она тоже серая. Сейчас глянем, как эта серая тут будет смотреться. Распаковал коробку, которая без бутиков. Третья коробка и все плитки целые, без костей. Вот такой тут будет пол. Обычный такой серый бетон. Вроде неплохо смотрится. В санузле, конечно, такая крупногабаритная плитка. В маленьком санузле. Он не очень подходит. Никак она тут не попадает ровно. Я думал, она будет швом идти прям по центру. Но не получается. Вообще некрасиво. Здесь я хотел сделать как бы от входа практически ровный пол. Потом стекло. А вот эту вот часть, которая пойдет вниз к трапу, я немножко сделать под углом. Чтоб тут было стекло. А тут под углом. Ровно вот так вот сюда стекало. А вот где стекло, чтоб был небольшой такой зазор между плиток. Из-за разницы по высоте. Может быть даже там будет незначительный зазор. Но стекло, как бы, будет его ограничивать. Не будет запинаться за эту неровность. Вот. Такой вариант. Либо вообще купить сюда мозаику какую-то похожую и выложить мозаикой. Ну вот, разобрал одну белую плитку. Таким вот образом она выглядит. Это будет полностью вся такая плитка в ванной на стенах. В самом деле тоже большого формата. Посмотрим, как будут смотреться большоразмерные плитки в маленькой ванной. По поводу хранения. Так я толком и не выяснил, как ее правильно хранить. Кто-то говорит, что надо на ребре. Кто-то говорит, что она крепкая. И так сойдет, ничего и не будет. Вот поэтому непонятно. Грузчики ее выгружали вообще, как я уже сказал, в стопки аж по 20-17 штук. И в целом она, я вот разбирал те последние, ничего нет улопнутого. Пусть уже так лежит до момента, когда ее надо будет укладывать. А там уже будем ее перетаскивать и разбирать, смотреть, что где битая. Все, уже вечереет. Уже тут темновато становится. Сегодня пасмурно. Снег вот пошел. На днях обещают, что потепление будет. И я уже приеду. Займемся дальше штукатурными работами. По дороге, кстати, когда сюда ехал, заезжал. Там у нас вывеска сразу после военной части. Форель, карп, осетровые. Спросил. Не знаю по поводу твоего пруда. Надо делать пробу воды. Будут мне отжить там форель, осетровые в такой воде. Как бы проблема в том, что летом она стоит. Если только скважину постоянно включать, чтобы подливалась вода. А так она нагревается летом нормально. И уровень падает. Но опять же, пруд глубокий. Как бы низ все равно не прогреется. Вода будет холодная, прохладная. Ничего мне не посоветовал по поводу форели. По поводу осетра. Но осетровых. Можно попробовать там по десятку запустить. И посмотреть, как они себя поведут там в течение года. Всплывут, может быть, помрут. Не знаю. Вот такой эксперимент произвести. Стоят, сказали, они 600-700 рублей килограмм. А от размера не зависит. Ладно, буду собираться. Погнал домой. Все, скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»